Ну, а сегодня тема, о которой я хочу говорить, это «Подраздник». Слово, которое несколько лет называло «ступор», даже в числе некоммерческих организаций, которые, в общем-то, этим постоянно занимаются уже социальные, государственные и муниципальные учреждения. Вообще, в начале семинара «Подраздник» это слово выговорить не могло. В конце семинара уже все говорили, что главные достижения семинара выучили новые слова. Но сейчас это слово уже немного употребляют все, и я надеюсь, что вы тоже его уже достаточно активно употребляете. Но на всякий случай спрашивают, кто с этим словом столкнулся впервые, вот сейчас. Никого, все знают, отлично. Итак, что такое фондрайзер? А может, меня без микрофона слышали? Нет, ничего не слышали. Что такое фондрайзер? Хуст денег. Привлечение в небюджетных средств. Еще. Поиск денег. Поиск денежных средств. Вот кто знает английский очень легко фонды raising поднимать, да? При поднимании фондов. Поэтому это поиск не только в небюджетных средств, но любых. Да? Можно и бюджетные поискать, они тоже есть лишние, насколько мы знаем. И это иногда не только средства. То есть фондрайзер можно не только средства, но и другие. Итак, мы сегодня поговорим очень коротко, потому что на самом деле большой длинный семинар, мне дали всего час, о таких основах фондрайзера. И первое, можно сказать, вот это само определение, то есть фондрайзер это системная деятельность по обеспечению ресурсами, которые необходимы для организации каких-то своих миссий, каких-то своих идей, задач, проектов. И вот в этом определении я хотела бы не записывать ему такие результаты. Значит, и на самом деле определение, оно не так важно. Это так вот, можно разными определениями дать. Но вот я бы здесь обратила, знаете, на что внимание? На очень важное слово. Как вы считаете, в этом определении самое важное слово какое? М? Ещё повернёт? Система. Система абсолютно правильная. Значит, фондрайзер это системная деятельность. Ключевое. Слово системное. Почему ключевое слово системное? Мы, как правило, когда ресурсы начинаем искать? Вот нам мысль пришла, умная группа, да? Вот через две недели мероприятие какое-то надо провести. Нас плюнул этот вот, который пожарен был вчера. Вот. И мы побежали. И бегаем, бегаем. Значит, и с удивлением вдруг узнаём, что что-то не всё. Набегали или не столько, сколько надо, набегали. Так. Какие-то у нас перспективные планы в голове родились. Мы их вынашиваем, вынашиваем. Планы вынашиваем, вынашиваем. Потом они уже выродились окончательно. А ресурсов на реализацию этих планов нет. И когда мы эти ресурсы нашли, часто реализовывали уже, поздно в паровоз уехал. И поэтому мы всё время опаздывали. Значит, вот на самом деле очень важно понимать, что привлечение ресурсов – это деятельность, которая должна осуществляться постоянно. Особенно хорошо с этим знакомы неконсультационные организации, которые проекты и фон напишут. Вот мы, например, сейчас получили финансирование на проект, заявка на который была подана год назад. А с фондом с этим, чтобы у нас взяли заявку, мы три года назад начали работать. То есть, фактически, больше трёх лет прошло до того момента, пока мы получили ресурсы. И всё это время мы навязали круги вокруг этого возможного ресурса. И если бы мы… Ну понятно, что мы вот на год получили финансирование, а на то, чтобы через год у меня финансирование в организации было, мы уже два года кругами ходим в другом месте, понимая, что через два года мне понадобятся эти деньги. И вот эта система должна быть выстроена в любой организации. Почему очень часто в организациях, которые живут на бюджетные средства, такой системы не выстроены? Потому что она априори как бы есть. У нас сметы какие-то есть. Вот это та самая система, которой мы считаем достаточно. Что нам говорят, не бюджетно привлекайте, и мы каждый раз в судорогах начинаем что-то там привлекать в то момент, когда нам понадобятся ресурсы. Поэтому очень важно понять, что этим надо заниматься в системе. Должен быть такой же, практически, серьёзный, продуманный план привлечения ресурсов. Который вы понимаете, на что вам нужны средства, где вы их возьмёте, какими способами. Но, наверное, мы прорабатываем в его источнике. Дальше. Значит, какие цели подрать? Попикрите, чтобы вышло сразу то, что вы получили. Ну, во-первых, всё. Во-первых, одна из важных целей – это укрепление позиций и наращивание ресурсов. Одна из самых важных целей. Вот я бы сказала, что здесь не зрячий слэш поставлен, потому что это не только включение дополнительного ресурса. Это и укрепление ваших позиций в сообществе, среди доноров, среди тех, кто является вашими партнёрами. То есть любая деятельность по привлечению ресурса, даже если она закончилась ничем, это всё равно укрепление вашей позиции. Вот я всегда, когда мы подводим на долгий конкурс, говорю, те, кто проиграл и не получает сегодня ресурсов в рамках этого конкурса, не должны считать себя проигравшими. Они уже выиграли за счёт участия в этом конкурсе. Почему? Потому что, первое, они, занимаясь фандрайзингом, да, то есть пытаясь привлечь этот ресурс, сформулировали, чего они хотят делать, и продумали это для себя. И очень часто мы слышали, ну и ничего, что мы не выиграли, всё равно мы это сделали. Было у вас такое? Что вы где-то денег не получили, да? Потом сказали, ну и не надо нам ваших денег, мы и без вас всё сделали. Мы, правда, в этом случае всегда говорим, значит, вы абсолютно правильно приняли решение вас не поддерживать. Значит, у вас был другой ресурс на то, чтобы это сделать. Во-вторых, вы, заявляясь в конкурсе, вас заметили, вашу идею увидели. Возможно, в следующий раз вам позвонят и скажут, примите участие. Это наш конкурс, под который ваша идея подходит. Вы, прорабатывая проект и готовя документы на привлечение ресурсов, вы получили какие-то взаимосвязи, каких-то партнёров и так далее. То есть вы укрепились в сообществе. Ну и понятно, что вы можете привлечь на полный ресурс. Значит, когда мы занимаемся контрактингом, в первую очередь нас, конечно, интересуют деньги, другие материальные ценности. И это первое. И не надо этого скрывать, нам действительно всем нужны финансовые ресурсы. Но кроме этого, нам нужны идеи и проекты. И когда мы занимаемся контрактингом, мы невольно ловим эти идеи и проекты. Почему так? Вот вы, например, приняли решение участвовать в конкурсе. Вы что наверняка посмотрели? Предыдущие конкурсы. Что финансировалось? Какие проекты другие музеи делали? Что происходит, да? И, соответственно, вы уже набрали какой-то пакет. И очень часто, занимаясь привлечением ресурсов на что-то своё, мы попутно набираем очень много новых людей, которые позволяют нам делать какие-то дальнейшие шаги по развитию. Кроме того, вы формируете себе рекрутацию, да? Занимаясь фандрайзингом, вы в любом случае думаете о том, как вам привлекать ресурс, да? Как вам подавать себя, привлекая ресурс? Как вам продвигать свои результаты, которые у вас уже достигнуты? И, соответственно, занимаясь привлечением нового ресурса, вы всегда формируете себе более устойчивое время и более устойчивую репутацию. Эш, пожалуйста. Ну и понятно, что всегда фандрайзинг даёт сторонников и партнеров. Следующее. Какие результаты мы получаем? Тоже можно потыкать, чтобы вышли всё. Значит, ну, понятно, что то, что вверху, это сразу все про это вспоминают, мы получаем денежные средства, мы можем получить помещение, транспорт, оборудование, услуги какие-то и так далее. Вот. Очень важно понимать, что занимаясь фандрайзингом, мы всегда получаем такой ресурс, как время. Вот мне говорят иногда, ну, чё что мы? Мы тратим ресурс, время занимаясь фандрайзингом. Вносимся тут, да? Проекты какие-то пишем, неизвестно, получим на них что-нибудь или не получим. Да? Но если вы внимательно проанализируете, сколько чужого времени вы получили даже в тот момент, когда вы участвовали в этом конкурсе, вы поймёте, что этот ресурс вы уже получили. Время и чужой экспертный опыт. Вас наверняка кто-то консультировал, когда вы писали проект. Хотя бы ваши друзья, пусть не профессионалы, но они накидывали вам идеи и помогали вам, да, отдавали вам своё время. Эксперты читали вашу заявку и писали в неё какие-то комментарии. Да? Значит, вы созванивались, получали консультации. Всё это время, которое вам отдали другие, на то, чтобы ваши позиции становились сильнее. И когда мы занимаемся... Очень часто люди говорят, что... Очень часто, привлекая ресурсы, мы идём к тем, у кого эти ресурсы прямо в кармане лежат. Ну, то есть к бизнесу нашему месту. И выходя от него, получив от него очередной отказ, нужно понимать, что если на десять обращений вы получили девять отказов, то это вполне нормально. Да? Это прямо успех. То есть, если на десять один кто-то сказал даст, а остальные девять нет. Но мы выходя и каждый раз, получив нет, мы так сильно и очень обижаемся. Да? Ну, очень сильно. Просто, даже иногда не очень красиво его называем, если мы по себе. Вот. Но на самом деле, вот, если вы скажете себе, что этот человек, просто даже поговорив с вами по телефону, уже подарил вам своё время, которое стоит серьёзных средств, то мы поймём, что ему уже хотя бы за это можно сказать спасибо. А как только мы скажем спасибо человеку, который нам отказал, то у нас появляется шанс сказать ему спасибо, а может, вы порекомендуете кому-либо его обратиться? И тогда вы можете получить не только его время, но и его партнёров или его ресурсы. А если вы ему скажете очень искренне на своё спасибо, то, может быть, вы даже получите его рекомендацию, кому обратиться, а может быть, он даже позвонит туда по телефону. И тогда вы получите возможность зайти ещё в чей-то кабинет и получить ещё один шанс. Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, когда мы понимаем, что любой донор, даже отказывая нам, дарит нам своё время, то у нас, получается, мы получаем возможность и силы к продолжению фонтрата. Ну, понятно, что мы можем получить товары, какие-то услуги, и часто на сегодняшний день наши местные доноры именно на это больше всего и согласны, проще этим поделиться. Хотя нам очень часто неудобно брать этот ресурс, потому что их товары и услуги часто не закрывают наши потребности. Вот. Поэтому учить доноров, что делиться нужно не только товарами и услугами, но и реально денежными средствами – это, вот, как раз, одна из задач в местном сообществе. Дальше, пожалуйста. Ну, скидки и бонусы, да? Вот, источники финансирования. На этом я подробнее хочу остановиться. Значит, откуда мы можем брать ресурсы? На самом деле, эти источники, они открыты для любой организации, и для негосударственной, и для государственных, и для муниципальных. Ну, это органы государственной власти, местного самоуправления, это бюджет, который может поступать вам как в рамках смитного финансирования, так и в рамках каких-то, через какие-то дополнительные целевые программы, то есть через целевые субсидии. Значит, очень сейчас, очень активно стали развиваться различного рода целевые программы, направленные на государственные организации некоммерческие, и мы видим такой опыт, когда при муниципальных и государственных организациях создаются различные клубы, сообщества, которые зарегистрированы в форме негосударственных организаций, и тогда такие организации имеют возможность получать из двух источников. Участвуют в конкурсах, в которых разрешено участвовать, например, в государственных и муниципальных организациях, и участвуют через свои клубы и сообщества, через конкурсы, которые доступны только для некоммерческих организаций. Это такая отдельная тема, о которой можно отдельно говорить, но возможность такая есть. Значит, очень активно в России сейчас развиваются различные благотворительные фонды, грантодающие организации, грантодающие агентства, и это как корпоративные фонды, с которыми вы уже знакомы, поскольку здесь находитесь, корпоративный фонд компании «Северская», и так и фонды, которые создаются на территориях, это фонды местных сообществ, которые объединяют ресурсы, маленькие ресурсы самой территории. Это и государственные фонды, которые финансируют различные программы. То есть, раньше мы говорили о активно действующих в России международных фондах, сейчас этих фондов становится все меньше, но они тоже продолжают действовать. И поэтому это источник, который нельзя снимать со счетов, и с которым, конечно, надо работать. Безусловно, серьезным источником является коммерческая компания. Частные пожертвования – это то, с чем мы работать практически не умеем, но то, что сейчас очень активно развивается, и то, что есть потенциал развития самый большой. Вот, конечно, будут продолжать развиваться благотворительные фонды, будут продолжать действовать коммерческие компании, и выделять свои благотворительные программы, но частные пожертвования – это тот источник, который практически не задействован. И если говорить, например, о музеях, то это тот источник, который может стать очень серьезным подспорьем для вас. Если, но я надеюсь, что многие из вас были в музеях за пределами нашей Великой Родины, и если вы обратили внимание, то практически каждый музей за границей на входе имеет что? Что? Ящики для пожертвования. Каждый музей имеет свои флайеры, в которых что есть? Квитанция на вход, или есть инструкция, что надо сделать, чтобы поддержать музей. Каждый музей имеет вывешен на вывенном месте отчет о том, как расходуются благотворительные средства. Ящики я в наших музеях уже видела, с флайерами сложнее, с отчетами – никак. Вот. Это вот такой опыт не очень часто, но посетители музеев в разных городах. Вы, конечно, можете со мной поспорить, но вот с точки зрения обывателя, который мог бы отдать, поскольку мы сами занимаемся развитием благотворительности, то участвовать в различных рода сборах пожертвований для нас достаточно привычно. Вот очень часто думаешь, что ты поддержал на музее, но некуда. То есть положить вот это некуда. А узнать про то, как он использует пожертвования, вообще невозможно. А есть информация о сборах пожертвований? То есть, ну вот ящик поставили, и... Все зависит от того, значит, все зависит от многих параметров. Значит, если мы сейчас возьмем с вами опыт сбора частных пожертвований в европейских странах и Соединенных Штатах Америки, я не могу сказать, сколько жертв их в музеях, к сожалению, у меня нет этих цифр, но если говорить об общем объеме благотворительных средств, которые собираются, то больше 80% собирается от частных домов. В России картинка прямо противоположная. Большие средства, благотворительность, идут от коммерческих компаний. Потому что с частными домоверами мы работать не умеем. Значит, то, как будет работать ящик, зависит не только от того, насколько красивый ящик и насколько в удобном месте он стоит. Там есть очень много различных вещей, которые надо учесть при работе ящика, в том числе и какая на нем информация, и есть ли возле него какое-то действие, хотя бы периодически, и как вы отчитываетесь за использование этих средств. Но опыт показывает, что если с нашими частными благотворителями начать работать, то есть если начать собирать и действительно ставить себе цель сбора частных пожертвований, то наши люди активно готовы отдавать средства. Но я не могу сказать по музеям, я могу сказать, например, пример по Архангельску. В прошлом году мы проводили благотворительный марафор и собирали средства от населения. Здесь не было коммерческих средств вообще. Мы собирали только от людей. И в течение двух недель в городе, в торговых центрах стояли ящики. И собирали мы на очень разные цельовые группы. То есть не только на сиротках, это обычно принято. Мы собирали и на больных детей, и на бездомных, и на подростков, которые вышли из мест заключения. То есть были очень тяжелые цельовые группы. В общей сложности за две недели мы собрали почти миллион. Вот, значит, по нашим подсчетам, порядка 15 тысяч жителей Архангельского в этом поучаствуют. Поэтому работать с частными донорами можно. Только это серьезная, системная работа. Просто поставить красивый ящик, наклеить на нем бумажку «Помогите музею». Получите 100 рублей, которые сами же туда бросите. Спасибо за вопрос. Ну и вот собственные заработанные средства, это тоже, кстати, источник, над которым надо серьезно думать, и который очень часто не доиспользован в наших социальных учреждениях. То есть часто люди готовы заплатить за услугу, но мы эту услугу им не оказываем. И вот то, что было сказано Владимиром по поводу того, что люди перемещаются у нас из учреждений культуры в другие места и начинают получать там услугу, кстати говоря, платную очень часто, да, показывает, что мы с вами не додумываем и не используем вот этот последний источник. Ну вот, например, как пример, я могу сказать, в Ангельске появилось кафе, в котором проходят мастер-классы по различным там техникам валяния из шерсти, значит, рисования и так далее, и так далее. Это делается в кафе. Люди там платят символические средства. И очень активно туда ходят за столом, где проходит это вот занятие местных вонталек. Всегда хочется спросить, почему у нас учреждения культуры не используют это как возможный источник финансирования. То есть люди готовы за это платить, но идут почему-то и платят совсем не в профильное место. И это то и на чем стоит подводить. Будьте добры, нажмите, пожалуйста, кнопочку дальше. Марина, я нажму кнопочку, я понимаю, что тут про 7 еще, как минимум, все про 7 есть, но у нас осталось где-то минут 5. То есть, ну, в 11 в следующем. Ну так, значит, 30 минут убрали у меня, да? Как всегда. Да. А вот я рассказываю, вы свои 30 минуты не поднайся. Класс. Ну, я очень быстро тогда расскажу про слонов. На самом деле, там презентация еще очень большая, но я надеюсь, что за то время, пока мы будем сотрудничать, пока пойдет в школу, вас позовут еще, да? Дадут высказаться? Отлично. Значит, это за 7 слонов хочу сказать спасибо моей коллеге из Нижнего Новгорода. Это ее была идея, и мы активно юзаем ее презентацию картинки. Алла Балашова из Нижнего Новгорода, организация служения. Переключи, пожалуйста. Значит, это 7 основных слонов, на которых стоит фондрайзер. Вот первый, это принцип, что источников, ресурсов должно быть несколько. И если мы с вами этого не учитываем и достаем деньги все время из одного кармана, то мы должны понимать, что в этом кармане в какой-то момент может оказаться дыра, и все из нее вывалится. И мы останемся ни с чем. Поэтому, если вы не обеспечите вот такое стадо летящих слонов вокруг вашей организации, то у вас есть шанс в какой-то момент оказаться без средств. Так что? Источники ресурсов должны быть разными. И это тоже очень важно. То есть вы должны понимать, нельзя складывать яйца в одну корзину. Нельзя, например, хорошо научиться работать с бюджетными средствами, беря деньги из разных целевых бюджетных программ. И сказать, ну у меня же много источников, я из этой программы беру, из этой, из этой, из этой. Вдруг грядет кризис, или вдруг городская власть или областная решит, что нужно сфокусироваться на чем-то другом, и культуре еще что-нибудь обрежут, я уже много чего обрезаю, еще что-нибудь обрежут. И окажется, что этих программ не станет, причем всех одновременно. А вот если вы берете средства из бюджета, из благотворительных фондов, от частных доноров, значит, таким способом вы себя обезопасите, уйдет здесь и останется здесь. Почему очень часто на частных доноров делается ставка? Именно потому, что их много. Новый говорит, я с коммерцией хорошо работаю, завтра хорошая коммерческая компания, что-нибудь у нее случится, и она скажет, извини, у меня прибыли в этом году. Нет, поэтому я тебе 20 лет финансировал, но больше не дам. А если у вас тысяча частных доноров, которые друзья ваши, друзей, то даже если у ста из них случатся проблемы, остальные 900 придут и принесут вам ресурсы. Значит, механизм передачи средств должен быть комфортным, да, и удобным для того, кто эти средства дает. Очень часто мы приходим к благотворителю коммерческой компании и говорим, помогите, он говорит, хорошо, что должен сделать? Мы говорим, расчетный счет у меня вот на почке булажки нарисован, да, значит, как договор со мной составить, я не знаю, сами как-нибудь составьте. И бухгалтер говорит к директору, говорит, знаешь, что веди ты со своей благотворительностью, вот, я вот тебе бухгалтерию веду, а вот это вот сам мы придумывай, как его давать. Благотворитель тоже, если пришел в музей, вдруг ему так все понравилось, что он захотел с вами поделиться своими ресурсами, да, а ящичка нет. Он через 6 секунд уже потеряет желание чего-то вам отдать. Между желанием появившимся с вами поделиться своим ресурсом и тем моментом, когда я вам свой ресурс отдал, должно пройти 6 секунд. Не успели забрать у меня деньги, я могу вам больше не отдать. У меня больше может не появиться такое желание. Дальше. Механизм реализации должен быть понятен для источника. Это про те отчеты, которых нет в музеях, да, ящик есть, отчета нет. Механизм непонятен. Я туда деньги положила полгода назад. Что произошло за эти деньги, я не знаю. Я никоим образом не подозреваю никого в том, что эти деньги положено кому-то в карман, но я хочу понять, как вы ими воспользовались и что из всего этого получилось. И для донора это важно. И если бы вы обещали донору, что вы сделаете таким образом, и потом он не понимает, как это было сделано, или он не видит результат, то это очень серьезный повод задуматься и больше вам ресурса не давать. Полоть кнопочку. Значит, ну вот это очень, на мой взгляд, важный слайд. При работе с источником ресурса должны быть созданы все условия для того, чтобы у вас завязалась милая дружба, а лучше даже любовь. Значит, мы очень часто используем источник того же коммерсанта, только как источник ресурса. А он хочет, а надо сделать так, чтобы он стал в другом музее. Вот если человек, который поделился с вами ресурсами, понял, что он не просто для вас кошелек, из которого вы взяли деньги, а что он вовлечен в деятельность, ему интересно. Вы его не просто пригласили на мероприятие, чтобы публично сказать ему спасибо, а вы сделали так, что он стал вовлечен в это, и он стал понимать, что у вас происходит. Вы ему не просто о своих бедах и о том, что вам еще не хватает внутри компьютера рассказали, а вы рассказали о своих планах, и увидели его интерес в этом, и рассказали ему именно про то, что вам интересно. И он стал приходить к вам как к друзьям, это значит, вы получили постоянные источники. И вот фактически, взяв один раз ресурс, ваша задача, помните про системную работу, сделать так, чтобы этот ресурс от вас уже никуда не ушел, чтобы он чувствовал интересы сотрудничать с вами, и хотел все время рядом с вами быть, а значит, хотел любиться. Договорные обязательства должны быть выполнены полностью. Все, что вы на себя взяли, все, что вы в проекте написали, лопните, но сделайте. Если вы сказали, что вы к этому моменту закончите, значит, закончите или очень четко объясните, почему нет, и договоритесь с донором о передвижке сроков, да. Нельзя делать так, что, ну, вы знаете, вот, ну, вот, ну, не получилось. Мы сделали все, но вот не получилось. Если не получилось, объясните, почему, и убедитесь, что донор принял ваше объяснение, да. Либо, как говорится, вылезайте из шкуры, но делайте то, что обещали. Никогда не обещайте того, что не можете сделать. Никогда не обещайте. Очень часто бывает донорам говорят, мы вас рекламировать будем, а потом говорю, извините, а газеты вырезали название вашей компании. Ну, уж если сказали, что будете рекламировать, значит, платите свои деньги и пишите платно про компанию, да. Либо никогда не обещайте. Дальше. Ну, это вот про системность. Взлетели – летите, иначе шлепнетесь, да. То есть махать крыльями надо все время. Поэтому процесс фандразива должен быть непрерывным. Вы не должны останавливаться. И даже если вдруг вы нашли донора, который дал вам, ну, прям, много, и вам надолго хватит, все равно помните, что конец этим ресурсам придет. Поэтому не останавливайтесь в минуту. Можно выдохнуть, да, под салба утереть, вот на это время можно остановиться. А дальше снова начинает фандразива. Дальше. Ну, и вот это последнее, на чем я остановлюсь, наверное, сейчас. Вы, принимая решение заниматься фандразивами, начиная привлекать ресурсы, должны понимать, что вы должны идти за ресурсами, с пониманием в голове, что если не нам, ну, больше некому отдать. Вы лучшие, да. Вы помогаете конкретным людям, решаете конкретную задачу, достигаете конкретных результатов. Вы должны показать. Вы дорожите своей репутацией. И это должно быть вашим посылом. Вы не просто одиночка, а у вас есть партнеры, сторонники, и вы должны это показать, когда вы заявляете о том, что вам нужны ресурсы. Вы должны показать, что вы внутри сообщества, и у вас много, то есть помогая вам, одновременно помогают многим. Да? Вы должны доказать, что вы можете воплотить в реальность то, что вы задумали, да, и что вы задумали действительно интересные вещи, потому что поддерживать стандартные вещи никому не интересны. Таких много, а вы должны показать, что вы единственные. Ну, и, наконец, вы должны показать, что ваш опыт, он позволяет как раз видеть ту перспективу, куда вы идете, и добиться успеха. Вот если вы все это, сами себе на этот вопрос, на все эти вопросы ответили, и простроили свой посыл к донору так, что вы сможете в этом посыле все это показать, я вас уверяю, из десяти обращений вы получите, да, в двух или даже в трех. И это будет гениальный фондрайзинг, потому что нужно четко понимать, что все, да, вам все равно не скажут, потому что кто-то будет помогать детям, кто-то будет помогать животным, кто-то будет помогать старикам. И две важные вещи, которые надо помнить, когда вы занимаетесь фондрайзингом, это первое. Вам никто ничего не должен. Что бы вы ни делали, как бы вы ни возрождали культуры и ни сохраняли ценности, вам никто ничего не должен. И вторая вещь. Ресурсы есть. Всегда нужно просто их найти и сделать так, чтобы вам их отдали, и при этом получили удовольствие. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо.